Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая вечером. Уже сегодня 20 мая спасатели добрались до упавшего вертолета. Как сообщает Международное гуманитарное движение Красного полумесяца, на месте выживших не нашли. Вместе с президентом в вертолете находились и другие политические деятели. Среди них министр иностранных дел Хосейн Амир Абдалахиян, губернатор восточного Азербайджана Малек Рахмати и имам пятничной молитвы города Тебрис Мохаммад Али Али Хашем. В Иране случилась большая трагедия. Погиб президент Ирана, погибли члены правительства, в том числе министр иностранных дел. И в настоящее время, конечно, ситуация в Иране будет достаточно сложная, внутриполитическая. Мы примеры таких событий знаем. Например, в 2010 году в ходе авиационной катастрофы погиб президент Польши, погибло значительное количество членов правительства Польши. Естественно, когда происходят такие одномоментные трагедии, обстановка внутренняя накаляется, обстановка сложная, потому что действительно возникает такой определенный процесс определения того, кто займет их место. Президент Ирана – второе лицо в государстве. Он подчиняется верховному духовному лидеру, отвечает за выполнение Конституции и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению духовного лидера страны Сейеда Али Хамнеи. После гибели президента полномочия главы исполнительной власти переходит к первому вице-президенту в соответствии с Конституцией. Специальный совет, куда входят спикер Межлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, должны организовать президентские выборы в сроки, установленные законом. Заявлено о том, что вице-президент Ирана приступил к исполнению полномочий президента. И в этом смысле иранское законодательство четко определяет порядок преемственности. В настоящее время будет период исполнения обязанностей вице-президентом. В течение 50 дней должны быть проведены выборы, в ходе которых будет избран новый президент Ирана. По словам экспертов, в настоящее время мы видим достаточно сложную, запутанную картину на Ближнем Востоке. Также напряженные ситуации во взаимоотношениях Ирана и США, которые 18 мая вышли на так называемые непрямые переговоры в Омане, пытаясь сгладить ближний восточный конфликт. С другой стороны, политическая ситуация внутри Ирана стабильна. Большинство граждан доверяют действующему режиму. Мы пришли здесь, потому что все, что произошло вчера, это было очень неожиданно и очень печально. И я хотел выражать соболезнования всему иранскому народу, что произошло. И надеюсь, что у него душа будет спокойна. И надеюсь, что наша страна продолжает свою цель. Очень воспалимая и огромная утрата для иранского общества. Утрата нашего президента Исламской Республики Ирана. И светлая память от Ибрахима Раиси всегда на нашей память будет остаться. Весь мир выражает свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и других официальных лиц. В Казани иранские студенты, руководство вуза, педагогический состав и представители консульства возложили цветы в память о погибшем президенте. Это тяжелое для Ирана время Казанский федеральный университет также выражает искреннее сочувствие. Елизавета Газизянова, Элина Александрова, Универ Новости.